дорогие друзья добрый день с вами Алексей Тарасов и виктор студия сегодня мы поговорим о рамке для пиления слэбов так вот поступила вот такая коробка она весит 8 килограммов 8 штук все они нам пригодятся 2 вставляем в поперечины 3 вставляем по 3 в каждую рейку каждую направляющую 2 по концам 2 в серединке для крепления поперечным 2 с другой стороны маленькие гайки крепим здесь сильно пока не затягиваем здесь маленькими гайками крепим поперечами устанавливаем штангу дополнительное ребро жесткости барашки сюда дальше у нас остались вертикальные стойки линейкой сюда пока в самое нижнее положение ответная щека то же самое с другой стороны вот так вот эта правая часть которая вот с такими закруглениями это со стороны пилы на 2 болта здесь гаечки наварены поэтому болт просто заворачиваем в эти гайки сильно такая не прикручиваем этот зазор оставьте сантиметр с небольшим проще будет шину потом устанавливать наживили и все эта часть со стороны пилы получается здесь будет конец шины поэтому сюда мы должны закрепить еще такой фартук безопасности и крепим к гайкам гайки уже приварены 13 миллиметров нить в принципе достаточно просто наживить чтобы потом легко можно было в эту прорезь вставить шину с цепью потом впоследствии можно будет регулировать высоту таким вот толщину слэба перьема МВ значит сегодня у нас под рукой оказалась электропилая ПЧ-3 здесь экземпляр с короткой ручкой специально отрезанная чтобы удобно было пользоваться этой рамкой здесь более того установлен еще расширенный бачок можете тоже подобную приблуду сделать готовим теперь рамку для установки шины первым делом мы должны поперечины поставить в рабочее положение вот та поперечина у которой вот такие щечки с закруглениями мы ее ставим максимально в крайнее положение затягиваем поперечину подводим чуть ближе она должна быть расположена удобно для пильщика так чтобы левой рукой держать на бензопилах ручку газа на электропилах рычаг включения а правой рукой упираться в этот рычаг перемещения этой рамки нужно развернуть рамку аккуратно берем и вставляем на конец шины нам нужно пилу расположить таким образом чтобы вот этого зазора не было для этого нам нужно убрать штангу так здесь конец упирается значит нам нужно сдвинуть это крепление видно что здесь есть достаточное расстояние естественно цепь не должна касаться защиты сантиметров 5 оставьте теперь мы зажимаем зажимаем тоже все хорошо штанга зажата теперь мы ее переворачиваем первым делом зажимаем конец шины таким образом чтобы вот эта вот щечка была расположена строго по середине шины а теперь после этого закрепляем сторону шины один держит другой крутит лучше так все мы зафиксировали оба конца теперь объясняю вот для чего эти вот щечки когда вы будете пилить бревно в нем попадают разные сучки так вот эти щечки позволяют легко все эти неровные края обходить теперь будем настраивать толщину спиливаемого слэба ослабляем ключом две гаечки шкала у нас в дюймах давайте на два дюйма выставим и закрепляем так здесь теперь выставляем два дюйма и фиксируем гайки нам нужно просто поперечину переместить на 30 см ближе к пиле теперь мы будем мерить по месту обращаю внимание если вы зажмете вот этими щечками прямо на конце то может произойти неприятная ситуация может пережать пазы и это будет мешать движению цепи поэтому нужно отступить какое-то расстояние доводим до упора давайте посмотрим как крепится шина 70 сантиметровая 28 дюймов паз полтора шах цепи 3 восьмых накладное натяжное устройство используется 70 сантиметров это единственная длина на которой мы используем шины Husqvarna они подороже остальных брендов будут зато другие производители не делают шин для длины 70 сантиметров по крайней мере под наш хвостовик D024 таким образом прокручивая звездочку можно поставить звенья на место проверяем натяжение теперь устанавливаем в нашу рамку до упора не хватает он будет 100 сантиметров не хватает зажимные планки находятся посередине шина здесь тоже самое можно работать обращаю ваше внимание в случае когда шина имеет твердосплавной наконечник то есть у нее отсутствует ведомая звездочка вы можете щечки расположить ближе к концу шины таким образом увеличив расстояние между поперечинами то есть увеличить диаметр бревна который вы можете распилить так у нас из длинной рамки получилась рамка для короткой шины если хотите можете 45 поставить вот такой вариант у нас получился для пиления тоненьких бревен на этом все дорогие друзья смотрите наше видео с вами был алексей тарасов ставьте лайки задавайте вопросы готовы ответить всем пока спасибо